Ребята, ну и вкратце представлю Владимира Георгиевича, Владимира Георгиевича Сафонов, доктор биологической наук, член-корреспондент Российской Академии Наук, соответственно, АТОЕФ, первый декабрь факультета АТОЕФ, нашего кировского директора МУЗа. Ну и о Владимира Георгиевича можно долго рассказывать, но имеется в виду масса научных трудов, по охотоведению, по различным вопросам природопользования, технологии. Ну, естественно, все это можно найти, и с этим нужно ознакомиться, и на этом нужно базироваться, смотреть, читать. Но АТОЕФ всегда надо считать втунчиво. И в статье Владимира Георгиевича, различного работы, рекомендую всячески к освоению, изучению и анализу. Ну, так вот, я вкратце. Можно, да? Можно. Так, ну, то, я тут и долго думал, о чем с вами поговорить. Я думаю, все-таки два вопроса, наверное, чуть-чуть. Несколько слов об истории авторического образования. Так, какое-то представление. Два слова. Вот. И потом, большую часть нашей с вами встречи, наверное, посвятить разговору о современных проблемах природопользования. Здесь много, довольно много нового, что раньше, так сказать, не учитывалось в достаточной степени. Об этом стоит поговорить. Ну, если будут вопросы, я попытаюсь на них ответить. Значит, если говорить об истории, то сама подготовка биологов, охотоведов, как специалистов, она начала в самом конце, может быть, 18-го века в Ленинградском лесотехническом, ну, Ленинградском, Санкт-Петербургском лесотехническом институте. Профессор Допельмайер готовил их, читал курсы охотоведения. Потом следующий этап был, это Московский пушно-меховой институт Балахшихи подмосковной, МКМИ, так называемый. Потом переселили его из Москвы подальше от столицы в Иркутск, поближе к производству, как тогда говорили, иркутские. Вот, а стали иркутские охотоведы в Иркутском сельхозинституте. А здесь, в Кирове, началась подготовка с 65-го года, точнее, с 65-го года. Инициатором подготовки охотоведов здесь был ВНИОС, наш институт, который был переселен из Москвы по решению съезда партии в 56-м году, в то время, когда председатель Совета Министров Булганин в докладе на этом съезде сказал, что в Москве, в Ленинграде тогда сосредоточен целый ряд научных учебных заведений, которые не имеют производственной базы в этих местах. Среди них он назвал и институт охоты, смерть в зале, как комментировалось, да? Ну и ряд других. Вот после этого смеха в зале, институт наш переименовали из институт охотничьего промысла во ВНИИШК, институт животного сырья и пушкина, центросоюза СССР. Он тогда центросоюзу подчинялся. Но это не спасло его. И через два года мы оказались вот здесь, в Кирове. Почему в Кирове? Киров тоже от нашего производства не очень, так сказать, бризит. Если не считать фабрику-белку, только так еще и приводили, фабрика-белка, но институт не занимался тогда средиными проблемами, хотя же животного сырья и пушкина назывался. Дело все было в том, что здесь строился торгово-кооперативный техникум центросоюза, трехэтажный здание, мимо которого мы проходили. Вот это и решило всю проблему. Куда-то надо быстро переселять, а тут готовый трехэтажный корпус рядом, дом, жилой, и вот мы оказались здесь. Значит, инициативой уже нашей было, наряду с Иркутским институтом, где готовили автоведов, готовить их автоведов и здесь. Так что вот, 65-го года начался этот период подготовки автоведов здесь. В 67-м году я перешел в тот институт на технический факультет, автоведов на нем держали, как и сейчас вас опять обобщили с кем. И вот я был замдеканом этого факультета первые два года и много сил приложил к тому, чтобы с 70-го года создать самостоятельный факультет автоведов. Три года я там был деканом, а потом вернулся опять в институт. Вот такова коротенькая история автоведческого образования. Я только должен сказать, что гораздо раньше автоведением занимались и многие ученые, и, скажем, Аксаков, Сабанеев, Туркин, Бутурлин, Житков. Но это были ученые, биологи, соологи, которые специализировались или сосредоточились на этих проблемах. Вот. Ну, если какие-то вопросы будут по подготовке, я буду готов на них ответить. Но главное, я хотел бы вам сказать вот о чем. Очень существенно изменился сам подход к природопользованию. Я недаром вам говорил о том, что именно требования правительства к практическому значению и подготовке кадров и научных учреждений. Тут был допущен определенный крем в этих требованиях, потому что у нас как-то все время недопонимали, что наука – это не только непосредственное практическое применение, но это наука изучения явлений, объектов, природы и далеко не всегда заканчивающиеся непосредственным практическим внедрением. Объектами критики ученые всегда становились именно благодаря тому, что они занимались различными вещами. Ну, несколько вот таких примеров хотелось бы привести. Отец электроэнергетики Фарадей, англичанин, да? Когда его спросили, ну, то ведь спросили давно, еще в начале 19 века, а где может применяться электроэнергия? Он не мог ответить, кроме того, что, ну, вот в темное время будет освещать улицы. И только. А ведь он автор открытия электромагнитной индукции. Электромагнитная индукция – это возбуждение электрического тока в замкнутом пространстве изменением уровня магнитного поля, да? С 1830 года вот это открытие вообще не считалось ни открытия ничем, забава и ученого. А потом, в конце века, вся радиофикация. А в последующем и телевидение – это все электромагнитные индукции. То есть, вот это фундаментальное исследование, оно легло в основу вот такого важного, с экономической точки зрения, мероприятия. И очень много других примеров можно привести. Группа немецких математиков перед Первой мировой войной заинтересовалась обличением математические формулы вращения детской игрушки Юлы. Нет ничего более смешного, да? Ну и что же, посмеялись, посмеялись. А оказывается, в Первую мировую войну был изобретен на основании вот этих их расчетов на гиростат прибор, который позволял скачающихся поверхностей полу кораблей, самолетов, вести прицельную артиллерийскую стрельбу. Математики не думали, что это объявлется таким. Или более близкий к нам пример. Англичанин Кроукров, зоолог, изучающий поведение мышей. Вышел перевод его книжки. Артур бил и другие. Не все о мышах. При условии к этой книге он пишет. Нет более удобного объекта для нас, чем человек, занимающийся мышами. Да, он занимался изучением поведения мышей. И когда началась Первая мировая война, и Англия стала испытывать большие недостатки зерновых продуктов. Собственного зерна в Англии, как известно, не хватает. Немецкие подводные лодки окружили Англию и Ирландию. Не пускали туда караваны с Соберном. Каждое зернышко стало на учете. И самые лучшие эффективные приманки борьбы с мышами были основаны на разработке Кроукров. Вот и насмешки. Ну, и в другом, о чем хотелось бы уже теперь не в организациях поговорить, а о том, что вот этот практический уклон, который всегда преследовал и науку образования, я его не отрицаю. Он все равно... Но дело в том, что нельзя доводить до того, чтобы в зародыши уничтожать те идеи, которые не всегда могут оправдаться, как и в чем в жизни, на сто процентов не оправдывается. И вот в данном случае то же самое касается и природопользования. Если и наш институт был переведен из Москвы сюда, да, природопользование. Но мы не природопользование. Мы построили зверохозяйство. Тогда Пушкина стоила очень дорого и пользовалась спросом. И буквально через десятилетия все затраты на содержание института окупались прибылью зверохозяйства. Но это, опять же, не наука, а применение ее результата. И вот в природопользовании то же самое. Главное это обеспечить таким образом проведение, веявление в том числе и охотничьего хозяйства, чтобы обеспечивать естественное воспроизводство. Если мы этого не добьемся, то мы роем себе могилу, так, грубо говоря. Дело в том, что все достигшее предела обречено на уменьшение. Саморегуляция как раз и работает в этом плане природная. Как писал Парсон, лучше отстрел, ну я бы добавил и отлов нормированный, чем убийство милосердия. Действительно так. Если мы допускаем резкое увеличение поголовья, то нарушается естественная саморегуляция и таким образом подвергается отрицательным последствиям все объекты нашего использования. Вот сейчас принято считать, что не менее 2 трети поверхности планеты не должны подвергаться интенсификации. То есть интенсивные способы ведения хозяйства могут безопасно развиваться только на 30-33% территории. 2 трети территории должны оставаться в естественном состоянии для обеспечения естественного самовозгновления и возмещения. Ну, тут для нас может быть два, так сказать, выхода. Во-первых, те 2 трети, то есть только 66% территории страны, страны мира, ваше владение, владение тех лиц, которые защищают, охраняют природу, используют ее, используют ее рационально и обеспечивают получение определенной продукции. Тем приносят практическую пользу, экономическую пользу. Ну, конечно, это очень важно знать, потому что даже не в крупном масштабе, в общем масштабе природопользования, но и в частности, тоже это имеет очень большое значение. Вот я в свое время занимался обоснованием начала промысла, началом использования, хозяйственного использования популяции речиных бобров. В начале прошлого века бобры, численность их была очень низкой, очень низкой, буквально 2-3 тысячи от силы, можно сказать, было. Мы занимались тем, что их расселяли, выпускали, охраняли, все это делали. И, наконец, достиг такой период, когда поняли, что надо их использовать. Были, конечно, и другие мнения. Опять доведем, опять снизим, опять вот будет так. Но это была необходимость. Это не убийство, так сказать, милосердие. И надо было обосновывать промысел. Но, и я тоже понимал, это зверь семейный. Зверь, так сказать, обитающий в определенных семейных отношениях популяции. Надо твердо и точно знать, что это не принесет ущерба и не начнется действительно падение численности. Поэтому приходилось до промысла проводить предпромысловые мечения, отлавливать добров и смотреть, кто же там в поселениях живет. И оказалось, что размножается одна пара поселений, доминантных особей. Их положение в иерархии подчиняет всех других. Они оседают на периферии и не размножаются. Одного из иерархов, так сказать, отловишь, его место занимает молодой новый самец или новая самка, и пошло размножение. То есть, вот эти тонкости надо обязательно знать для того, чтобы изучать их. Это на то и наука существует. Для того, чтобы не подорвать восстановленное поголовье любого вида. На одном случае речь идет о бобрах, там о кем-коп на другом. Ну, еще хотелось бы что сказать. К сожалению, вот так смотришь на то, как наше охотничье хозяйство, насколько оно, так сказать, эффективно, сколько оно дает пользы, экономической в том числе, теперь уже о ней поговорить. И, в общем, иногда не то, что... Ну, приходишь в уныние. Хотя бы от того, что наша территория, это 17 миллионов с лишним квадратных километров. 17 миллионов. А территория скандинавских стран, Норвегии, Швеции, Финляндии, если сплюсовать, один миллион с небольшим. Там добывают ежегодно 179 тысяч лосей, а мы со своей гигантской территорией добываем в 11 с лишним раз меньше. Всего 16. Значит, у нас совершенно ясно очень большой отход или недоиспользование, или замедление размножения. Все это требует выяснения, все это требует исследований и переориентации. Поэтому я еще раз возвращаюсь к тому, что на двух-третьих территориях страны вам все равно придется работать. И если сейчас, несмотря на одной трети, где будет сельскохозяйственное изменение угодий, так сказать, интенсификация. Раньше ведь как говорили, Вернадский писал, на сфера, сфера разума. Мы должны всю природу переделать так, чтобы она служила для человека. Невозможно, сейчас мы говорим. Тем самым нарушается все равновесие в природе. И в охотничьем хозяйстве Фарадей, ой, Фарадей, говорят пацаны, Фаритарик и Мельников писали о производстве нам охотоведения. Производство, производство и только. Но на самом деле изменять мы можем только ту расчетную часть дикой природы, которая позволяет сохранить нам природные равновесия. Это, так сказать, сейчас экологическая концепция природопользования. В отличие от чисто практической, за что нас всегда преследовали и выселяли на периферию, заставляли заниматься вроде делом, а то вы мыши считаете. Ну, ладно, давайте, может быть, все-таки я попытаюсь, если есть у вас какие-то вопросы, попытаюсь на них ответить. А так, не знаю, от чего с вами поговорить. Не стесняюсь. Я думаю, вопросы-то можно задавать. Любые. Кто-нибудь может созреть. Ну, например, что-нибудь из серии «Что должен представлять из себя современный охотоведитель?» Какие-то качественные плоды. И вот самого этот вопрос терзает порой даже по мочам. Вы понимаете, какая вещь? Вот сейчас передаю у охотничьего охотника в частное пользование. Какой-то частник ради своего интереса, чисто корыстного, будет вести дело так, что не по науке, не по порядку. А у него другие интересы. Принять охотников, использовать какую-то там часть популяризма, и продать, привлечь нужных людей и так далее. И вот важно, чтобы охотовед не стал в его руках орудием, которое бы служило вот этим вот и благовидным целями. То есть, закрепление угодий за частными лицами создание вот этих предприятий таких частного владения заставит, есть такое опасение охотоведов, трудиться не на дело, а работать против нормального охотника. то есть охотно запретят будут пускать только того, кого надо, владельцу угодия и так далее. Такая опасность есть. Она есть, конечно, и будет, несомненно. Потому что рынок, в конце концов, диктует вот прибыль и все эти проблемы, как программы, которые будут расходиться с вашими знаниями и убеждениями. То есть, надо быть принципиальными. Ну, вот я еще немножко добавлю вопросы, продолжение вопроса. Вот, хотя это мое такое мнение, мнение всегда надо перепроверять по 10 раз, несказанное, тем более охотоведов надо проверять все. Но я вот тут думал, ну, все-таки какие цели у охотоведов? Я думаю, что все-таки это не обслуживание каких-то узких участок интересов каких-то охотопользователей, это чисто рабочий процесс, если вы работаете в хозяйстве. Но охотовед должен заботиться прежде всего об охотниках, о широкой массе охотников, чтобы люди могли благотворять свои охотничьи потребности, общаться с природой, но в то же время все это должно быть в рамках устойчивого использования природных ресурсов. Но с ограничениями охоты с теми или иными никаким образом необоснованными, надуманными. Но я думаю, на охотоведу надо бороться, опираясь на свои профессиональные компетенции и еще работая в угодьях или особенно в государственных формулах, и это можно и на себе иногда прочувствовать и пронаблюдать у коллег, потому что работа сложная, работа с людьми и с правонарушителями и так далее. Возникает, может возникнуть такая наверное, нехорошая штука, мягко говоря, недолюбливание охотников отдельных лиц. И вот я думаю, что охотовед, он по определению может любить охотников в целом. И если у него начинаются такие поползнения и мысли о том, что охотники все там негодяи на основе каких-то единичных примеров или еще что-то, то это наверное признак потери профессионализма или потраты своих охотоведческих качеств в целом наверняка себя улучшить. вот такие вот вещи нам могут предложить на каждом углу жизнь может предложить профессиональная работа. Но это я вот в дополнение к вопросу. Ну еще можно на эту тему извиняюсь, пережить. Нет, я извиняюсь. Значит еще можно сказать вот нельзя сказать, что по охотничьему хозяйству, природопользованию никаких мер не принимают. Бумаги списано в этом отношении довольно много и причем бумаги значащие. Вот например принята стратегия развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030 года. Она правительством принята в июле 2014 года. Там кстати говорится не хватает специалистов в области охотничьего хозяйства. Не комплексно ведется хозяйства и так далее. Все правильно написано. Чиновники писали, сами не делают это президент или правительство написали правильно. Но ничего не выполняется или большинство этих пунктов не выполняется. И вот еще в последнем номере в этом вестниках этого ведения этого года за январь февраль первый номер январь марта статья Данилкина о декабрьском поручении президента по вопросам охраны воспроизводства и использования объектов животного мира. Президент Путин где-то в декабре прошлого года дал такие поручения там они перечислены здесь не буду просто иначе время прочитаете сами вот но ничего не выполняется совершенно то есть не только мы бьемся но и на высоком уровне и вам тоже придется бороться но что делать надо доказывать надо бороться можно просьбу выставить Владимир Георгиевич расскажите пожалуйста когда к охотоведу прибавилось биолог к охотоведу почему и как вы сейчас смотрите кем должен быть охотовед больше биологом социологом юристом администратором и так далее на вашей памяти биолог прибавлен был да вот понимаете нет по-моему это было гораздо раньше где-то я даже не помню когда это появилось просто охотоведов Добельмайер готовил читал курс охотоведения он не назывался там биологией охотоведения почему биолог охотовед ну уже да здесь комплексная это конечно специальность это связанная конечно с экономикой и с амурин инкрубин но я кстати не знаю почему никто автор этого термина просто не знаю а сейчас как может ли охотовед быть просто биологом да нет конечно нет конечно конечно я думаю что это просто по исторической линии так пошло наверное биологи и зоологи занимались этим и большей степени занимались именно этим но были и другие были правовики типа Туркина были и другие которые юридические экономические и прочие аспекты поднимали поэтому наверное лучше от этой прибавь от этой первой части слова избавляться я так считаю это конкретная все-таки специально это и это